всем привет мои дорогие друзья и подписчики с вами снова я не первый но и не последний московский видео блогер и вы находитесь и вы находитесь и вы находитесь на канале московский обжора и сегодня на улице ребятушки выдалась очень противная погода а если мне не изменять память то по моему сегодня с утра это самое было 10 ноября 2018 год и вот я решил на ночь глядя для вас сделать необычный очень вкусный ароматный аппетитный и что самое главное полезный обжорчик а а знаете на что да вот на что вот на такой вот витаминный салатик здесь короче тертая редисочка морковочка морковка потом что здесь еще что-то вот я не помню что же здесь еще блин а мазик вы любите когда я говорю не майонез а мазик потом мы да уже сказал майонезик значит морковка редисочка и собственно говоря вот подсолнечное масло каждый день я люблю добавлять масло подсолнечное рафинированное дезодорированное без запаха она придает этому салату витаминному а такой насыщенный нежный вкус и во рту так это хорошо свежо становится было а влажно вот влажно так вот вилка здесь а надо еще все таки ребятушки мазика добавить еще немножечко я уже сплю наполовину сегодня погода очень такая противная ребята сонная вообще просто пипец просто пипец вот я это к воду короче сам мазик сюда вот просто пипец погода сегодня давайте за ваше здоровье не болейте не хворать очень вкусно вообще просто пальчики оближешь сок на время то у нас уже о это поздно я ем совать их такое хрустящий сочный витамин или диска вообще вкусная вещь с морковкой сделано все приготовлено с любовью вкуснотища очень такая редиска острая душистая ароматная потом после этой редиски если покушаете не пугайтесь вы будете это мочиться ходить по маленькому и у вас моча будет пахнуть с таким неприятным запахом это вот от риски также когда и свеклу поедите вот а потом забудете через некоторое время чтобы ели свеклу пойдете в туалет сядете на толчок по большому вас пронесет смачно а вы глянете туда на свою личинку а вокруг нее вокруг нее как будто такая лужа красной крови а это на самом деле оказывается сок от свеклы поэтому не забывайте чтобы ели свеклу оттуда глянете и у вас будет инфаркт можно на эту тему много рассуждать вкусно вкуснотека на канале московский обжор и продолжается ставим пальчики кверху пишем хорошие добрые позитивные комментарии подписываемся на мой канал рекомендуем и советую вашим друзьям мой канал пусть они на мой канал тоже подписываются не забывайте про колокольчик на моем канале оповещение чтобы вам приходили если я выложу то или иное видео на свой канал вкусно с подсолнечным маслом только ни в коем случае с запахом не кладите только это без запаха постная рафинированная вот очень вкусная морковка редисочка я вот не знаю сюда можно было бы добавить еще укропчика или как петрушечки или это ни к чему мне кажется ни к чему очень вкусная и полезная редиска с морковкой вообще наши врачи сказали диетологи что редиска это вообще кладезь для нашего организма очень полезная она профилактику производит в нашем организме против многих наших болезней очень полезная улучшает наше с вами пищеварение вообще редиска супер вы знаете да то что я являюсь этим самым опытным огородником у меня очень все хорошо растет особенно огурцы я специалист по огурцам по кабачкам по патиссонам а вот редиска что-то у меня плохо растет на огороде может быть такая земля а у нас там если честно у всех в деревне с редиской проблемы она понимаете она не растет крупная как правило не бывает у нас там в нашей местности она такая мелкая и это очень такая жесткая грубая и многие люди поэтому даже ее не сажают у нас в деревне точнее на даче потому что ну не знаю может климатом такой может быть почва не знаю с чем это связано но я все равно сажаю иногда да вырастает мелкая но зато вкусная бывает грубая а бывает такая сочная все равно лучше чем магазинная потому что своя очень вкусно есть такая песня даже симфера по моему пела я задыхаюсь от нежности и от любви дальше не помню да 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 я знаю все твои трещинки да 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 Ну всё, обалденно, пипец сейчас скажите а почему на цену не поставил этому обжору витаминному салатику или там сейчас опять поставить пятерку да я буду ставить пятерку вы правильно меня поняли вы угадали потому что но вкусно но вкусно что если если вкусно я буду ставить четверку или тройку мы сами головой подумайте своей вкусно если вкусно сочно хрустит ароматное полезное с мазиком а я даже солить позабыл забыл посолить а это вот хорошо а есть такие люди которые даже еще не пробовали вот им дадут пожрать на стол поставят накроют стол и они сразу же садятся и по привычке даже не проб не пробую еще берут соль и начинают солить а им там жена там или кто-то я не знаю гости там кто друзья и не знаю говорят это что что же ты солишь ты так соленый ты сначала попробуй а дорогой мой а потом уже если будет не солено то посолишь а вот люди есть такие у них уже привычки в крови даже не еще не попробовали да как там соли нормально или ненормально и вот они берут соли начинают солить это вот очень опасно и очень плохо тут уже наркоманы понимаете потому что все что белое что сахар что соли до белый я не не только это вообще ничего жрать нельзя в принципе кругом час химия даже дорогие продукты вы купите не обязательно вот дешевые на пакет и продукты вам я понимаю там дешевый ты берешь ты уже знаешь что это плохо а бывает даже наоборот и в большинстве случаев вы покупаете дорогие самые продукты от таких известных всяких этих комбинатов а они оказываются в черном списке вы представляете это вообще пипец а вы говорите вот это жрешь одну только химию а вы что жрете что вы хотите сказать то что вы едите что то там другое да или вам там я не знаю у вас мама с папой может быть работают а в государственной думе там или в кремле и для них есть на том же никояне там цех есть такой для таких вот шишек грубо говоря и вот и вам что поставляют ваши семьи дорогие продукты может быть даже из скандинавии там я не знаю или из новой зеландии чужие несите чужие не несите я понимаю вас все не так хорошо а в семье как бы да у вас там может тоже что-то не ладится какой-нибудь там кризис болезни всякие все такое и ну я не знаю может у вас просто гармонии нет в семье и мой зам а вы потом думаете такие сидите а я знаю есть такой канал на ю тубе на youtube называется московский обжора а я сейчас к нему зайду там есть такой чудик а называется его канал московский обжора то бишь я его такому могут то ли он дурачок ну так на меня подумают или у него просто такой образ может он артист или клоун а мне наплевать я же хейтер я же хейтер я все равно зайду у меня тем более на стороне плохое и поставлю пальчик низу и и напишу там самый плохой обидный едкий гадкий комментарий пусть он там сдохнет пусть там и я не знаю там это прибьют и все такое и вам сразу же легче на душе становится да это за ой ты жрешь мол и топишь я а не качественные продукты фу ты бомж фу ты бомж ну а вы то что лучше да чем вы лучше меня чем вот вы подумайте нет чтобы вам пойти и на улицу куда-нибудь в автобус в троллейбус в трамвай или так просто выйти и кому-нибудь сделать замечание кого-нибудь послать на две буквы или на три нет вы знаете что вам поступит непременно ответный удар молниеносно а куда проще зайти на канал московские обжоры и у меня под этим видео хотя бы выплеснуть как можно больше негатива ну тут психологи посмотрят и скажут но действительно автор ты нормальный автор это комик актера здравомыслящий человек просто у него такой образ он как бы в своем жанре кому не нравится пусть не смотрят а вот не я такой как вы пишете не я такой я намного выше вас я по сравнению с вами я небо а вы даже не земля вы ниже плинтуса потому что вы оставляете нехороший комментарий другие блогеры они эти комментарии либо удаляют либо их вообще закрывают а делают и они у них находится либо в ограниченном доступе либо на прямо при модерации там их нужно модерировать одобривать а потом уже как бы кто-то в основном плохие комментарии негативные все удаляет я же этого не делаю раньше делал на час не делаю потому что я вас всех выше и я вас не боюсь то что вы мне пишете запомните это раз и навсегда зарубите на носу что бы вы мне не писали что бы вы мне не говорили я снимал снимаю и буду снимать видео это мое хобби это моя работа это вообще я я уже у меня стаж не более большой больше пяти лет поэтому я снимал и буду снимать и буду снимать то что я хочу в первую очередь а вы уже выбираете что вам смотреть не нравлюсь я ищите других блогеров того же хованского вы можете посмотреть или там но я ему рекламу сделал хотя какая его реклама пусть он мне бы сделал рекламу тот же дворецков там я не знаю идите куда хотите а здесь я такой такой есть это мой образ а там вы в принципе я могу и вообще про это не говори думайте сами это ваше право поэтому всем мил не будешь одним словом здесь можно до бесконечности с вами философствовать на времени хватит все ребята я обожрался вроде я вам все сказал вроде ничего не забыл не болейте не хворайте берегите себя и своих близких не забывайте еще раз повторюсь я подписываться на мой канал не забывайте ставить лайки если вам легче от этого ставки дизы тоже пишите все что хотите пока еще пока еще комментарии на моем канале открыты но там время покажет все не болейте а я сейчас буду чай пить сейчас я его согрею и чтобы у меня на душе было легче сейчас чайку а йо йо ну-ну-ну бы не буду говорить потому что я человек культурный адекватно поэтому я никогда на своем канале матом не ругай все пока не болейте пусть у вас все будет хорошо а